школа служения школа служения может быть раз да вы там видели сообразные узоры завитки кстати вот обычно вопрос возникает чему относится там завиток павлин павлин это высшая разновидность петли это когда уже перехода завитку но еще не перешел то есть по ранговой системе стоит петля еще выше стоит павлин потом идет s-образный узор только потом завиток концентрический да вот самый развитый так вот мы говорили что сложный внутренний мир индивидуалисты погружены в себя но какова задача людей у которых доминирует примеру 6 завитков так вот задача таких людей состоит понять грань между попаданием в зависимости от обстоятельств и собственной свободной реализации что это имеется ввиду если вы почитаете ричард ангера он описывает что это школа служения важно служить людям там и так далее для того чтобы людям как-то служить это внутренняя потребность завитка нужно сначала реализовать свое эго свою внутреннюю природу пожить для себя и вот он там очень много приводил примеров интересных на человек жертвовать собой помогая другим забывая про свои интересы это частая тенденция у кого присутствуют завитки и человек пришедший завитками к нам на консультацию сразу между строк идет что он попадал в ограничивающие обстоятельства либо не давали проявить себя в работе сша лидерский узор до понять лидерство надо человек задавить чтобы начал вылазить как бы вверх то же самое в семье допустим человека могли ограничить чтобы он себя не проявил часто это идет от давления родственника в детстве то есть вот если взять кого самое такое давление было от родственников от семьи ограничивали чаще всего завитками тоже когда есть руки можно посмотреть поэтому здесь задача человека вот увидеть эту разницу между эгоизмом и крайним альтруизмом то есть между тем что в ущерб делать что-то для других или вот собственно реализации с человек с этими узорами в первую очередь выбор должен сначала сделать для себя поначалу будет это не получаться будет в угоду других действовать где-то и впоследствии должен будет взять на себя ответственность проявить себя в первую очередь вот но пока он к этому идет столкнется с обесцениванием своих каких-то ментальных процессов планов целей давлением со стороны близким либо потребительским отношением невостребовательностью ну вот вот так будут задавливать в течение жизни тем или иным образом поэтому ключевая цель и реализация без ущербов собственных интересов